Подзаголовок. Воспитание и образование Раби Мойше. Познань тех времен славилась своими учеными. Евреи старались, чтобы их дети были учеными. Отец Раби Мойше, Гаон Раби Иуда Лейб, возглавлявший городской Бейс-Дин, с большим старанием воспитывал своего сына, отдавая его сначала к лучшим учителям, а затем обучая в ешивах, возглавляемых крупнейшими учеными-талмудистами. Молодой Мойше, одаренный большими способностями, преуспевал в учебе, далеко опережая в этом своих товарищей. К тому же Раби Мойше был человеком высоких нравственных качеств, выражавшихся в частности в методичности, спокойствии и твердости характера. Еще будучи ребенком, Мойше вел себя как взрослый. Он никогда не сердился и не волновался, никогда не плакал, нечаянно ударившись, не жаловался, как это свойственно детям, на зубную или головную боль и ничего никогда не требовал, как это бывает у других детей. К трем годам его послали в Хедер. Когда Мойше подрос и был уже насквозь проникнут Торой, его послали в Италию, в город Падуя, который был в то время центром как Торы, так и светских наук. За все годы учебы он не тратил попусту ни минуты. Он был все время занят изучением святых и светских наук. Даже после свадьбы, когда он включился в торговые дела, не переставал изучать Тору и другие науки. Большая страсть была у раби Мойше естественным наукам и историей. Он был также крупным лингвистом, в совершенстве владея французским, итальянским, греческим, латинским и рядом других языков. От своего деда, раби Шмуэля, внука Маораля, он унаследовал умение разбираться в драгоценностях и владел искусством золотых дел мастера. По своим коммерческим делам, раби Мойше приходилось бывать в разных странах. Куда бы он ни поехал, он всегда посещал местные библиотеки и изучал там рукописи. Благодаря широкому знанию языков, он везде завязывал важные знакомства. От своего отца и деда, раби Мойше унаследовал большое количество книг из области Торы, а также светских наук. Он не переставал приобретать новые книги и сделал свою библиотеку одним из величайших и богатейших книгохранилищ своего времени. В 5475-1715 году, когда гонения на евреев познани со стороны католического духовенства сильно отразились на рабе Мойше, он отказался от своего поста руководителя общины. Посоветовавшись со своими домочадцами, он решил оставить Познань, тем более, что в то время его начали донимать также и так называемые просветители, евреи, выступавшие против традиционного иудаизма. Раби Мойше готовился оставить Познань таким образом, чтобы никто не знал и даже не подозревал об этом заранее. Официально считалось, что он едет по своим коммерческим делам. В то же время он перевел свое состояние в другую страну с тем, чтобы потом подыскать спокойное место жительства для всей семьи, которая должна была последовать за ним позже. Состояние раби Мойше заключалось в золотых вещах, жемчуге, бриллиантах и других ценностях. Он обладал также значительной суммой наличных денег и векселями помещиков, с которыми у него были торговые дела на протяжении многих лет. Перевод своего состояния и книг из Познани за границу занял у раби Мойше больше полугода. Затем он поехал в Прагу, где проживали многие его родственники, потомки Маораля. Оттуда он предпринял поездки в ряд стран. Позже прибыла из Познани в Прагу его семья. Оттуда они перебрались в Польшу, а затем достигли Минска, где и осели. Продолжение следует...